Здрасьте, Димитрий. Да, здрасьте. Давно не виделись, Акмал? Да, ну не совсем давно не виделись, а здесь в студию, да, так. Это правда, да. Каждый день почти в зал не видимся, даже мои люди видят тебя, и это вот мы видели этот мужчина, который на инстаграм, я вчера его видела, я так хотела его сказать, что молодец, как он изменил, как так быстро, и меня как подходят кучи вопросы даже на соцсети и в клубах. А вы какие-то химии принимаете, вы какие-то, наверное, почему так люди не верят, что можно вообще со своей силой воли, можно достигаться таких результатов. Да, все пишут, знаешь, о том, что ну у вас такая сила воли, и там прям первое, что люди думают, что для того, чтобы похудеть, нужна сила воли. Мне кажется, что вот так сложились звезды, как говорят, да, что мы постречались, и постречались, в общем-то, на благом деле записывали ролик для Константина. И мне понравилось, как ты проникновенно говорил, обращался к аудитории, и просто вот в этот момент как-то у меня родилось доверие. К тебе, как к человеку, который специалистом является, когда ты предложил мне заняться моей спиной, как-то я даже особо не сомневался, да, потом ты говоришь, приходите, мы поправим это все. Я понимал, что моя спина болит, потому что у меня уже слишком избыточный вес и большое давление на позвоночник, и поэтому, как бы, я понимал. И били у врачей тоже. Ну, когда-то давно, когда я еще работал в Государственном Думе, там, на одном из обследований мне сказали, если у вас будет большой вес, вы там к 50 годам, у вас спина будет болеть. Так и случилось. И сказал, что будут операции. Ну, я как бы старался все-таки избегать, профилактировать эту всю ситуацию, но в то же время как-то не удалось избежать, но в какой-то момент, когда у меня был совсем кризис, вот это случилось. Так вот, я хочу сказать, что нужно, наверное, вот несколько факторов, чтобы сбросить вес. Нужно специалиста встретить, который тебе расскажет, что нужно делать. И нужно иметь мотивацию, потому что сила воли, она, как бы, вторичная. Вот если у тебя есть цель, для чего ты худеешь, или от чего ты пытаешься, как бы, уйти, тогда тебе это будет сделать проще, гораздо проще. А когда человек показывает тебе, как тебе нужно, там, тренироваться, как тебе нужно, с каким пульсом это делать, что тебе можно кушать, что тебе не нужно кушать, все это становится легче гораздо, чем если бы ты сам это все испытывал бы на себе и проверял бы, и, может быть, и сбросил бы. А здесь, когда ты видишь, что результат пошел, ощущение легкости, и ты уже просто, ну, я втянулся. И как ты рассказываешь, что это будет такой, как вот наркотик. И я почувствовал, что да, я спорт, тем более, когда-то занимался очень долго спортом. Спорт – это дисциплина, спорт – это в определенной степени такая радость, это другой образ жизни, это наркотик, это уверенность в себе. Поэтому я вам хочу сказать, что сила в воле – это не самое важное, важно, чтобы все это совпало. Фактор – тренер, мотивация, ты знаешь, что делать, ты знаешь, от чего ты хочешь избавиться или к чему ты хочешь прийти, и тогда удача будет. Вот я считаю, что с 12 февраля и до сегодняшнего дня не так много времени прошло, там, 3 месяца, и я чувствую этот результат, он уже мой. Я вот даже не хочу, там, думать о том, что можно по-другому жить. Я вижу себя в зеркале, фигуру свою, там, я помолодел, многие говорят, ты моложе выглядишь. Мало того, что я сейчас смотрю фотографии или видео, я думаю, кто этот человек такой оплывший, там, как ты мог, каждое утро просыпаясь, брать с собой, там, пудовую гирю в порфель или куда-то себе под одежду и целый день с ней ходить. Зачем? Если у тебя есть лишний вес, приди, как мало позанимайся, он тебе расскажет как. Это как лишний рюкзак. Да, и непонятно, зачем он тебе. То есть, ну, в принципе, это помимо того, что тяжело, это еще усталость, это еще вот всякого рода побочные эффекты, влияющие на здоровье. Ты же рассказывал мне, что много жира, это и раки могут быть, и все, что угодно. Это не богат бит, это 100%. Первый признак доказательное, что организм не сможет избавляться от иммунной системы. У любой человека вообще каждый день около полтора миллиона раков и клетка и больше создается, и наша иммунная система избавит от них. Пока иммунная система не может избавляться от таких белок, которые мы называем его рак, он набирается, и потом в каком-то момент он активируется, где он начинал накапываться. Да, это в кровь, в мозг, в печень, где угодно. Поэтому первый, самый важный момент, чтобы мы избавляем от жира и заблокируем процесс выработки жира в нашем организме, или чтобы организм создается жир, или организм предстает избавляться от яда, который он создается в временном физиологическом процессе, а токсины, то, что называется, и начинает создавать жир, чтобы пихнуться его туда, потому что ты не потишь, почка нехорошо работает, мочи не выходят в таком объеме, который нужно выходить от организма, съедающий образ жизни, циркуляция крови не то, печень не то и тому подобное. Дальше все организмы страдают, потому что наши организмы, они как цепочка, они все работают, связаны друг с другом. Нету такого, чтобы сердце здорово, а остальные больные, или печень здорово, а остальные больные. Они все умеют в большой связке, поэтому либо все живы, либо все умрет. И рано или поздно мы знаем, что мы все умрем, поэтому это твой выбор. Умрешь и здоров, как бы ни было, да, придется твое временно, или мое временно, всем временно. Или умрешь, инвалид, я так всегда строго говорю, хочешь в памперс, умрет. И не факт, что кто-то с ростом твой будет помогать, или они дети твои, или жена, или муж будут рядом. Или ты будешь просто успокоенно лежал, успокоенно не проснулся. Все, спасибо, до свидания, закончилось твоей жизнью, да? Мой дядя говорил, кто не курит и не пьет, тот здоровенький, мурился. Ну, конечно, это шутка, потому что есть люди курят и пьют. Я лишний, как тренер, человек, который наблюдаю за здоровым людьми, я вообще не против вредной привычки. Но я против, что ты, как по-русски сказать, застрялся в угол и там сидишь. Забился, забился. Да, ну, ходи в зал, ходи на свежую природу, 15 минут разминка дома, следи за не диетой, правильно питание, и кури, и, пожалуйста, что ты хочешь делать. Мы же все люди, никто не живет без греха. Балансировка. Да, но есть привычки, они вредные, есть привычки полезные, которые тоже можно формировать. Занятия спортом – это одна из полезных привычек, правильное питание. Но я тебе еще хотел выразить личную благодарность за то, что ты, помимо чисто физического, будем говорить, культуры тела, здоровья, ты еще много говоришь философских вещей, которые заставляют человека развивать еще и подумать над чем. И спасибо тебе, что ты порекомендовал. Ты помнишь, что мне будут все сказать в такой философии? Ну, конечно, я помню. Какие они будут сейчас есть? Да, ну, вот ты часто повторяешь, что человек смертный, поэтому надо думать о том, чтобы делать что-то доброе, и Бог тебе отдаст это. Даже если ты, как ты говоришь, порой что-то делаешь в благотворительных целях. Есть вещи, которые связаны с книгой, которую ты мне порекомендовал прочитать «5 часов утра». Для меня это было открытием, что есть такой клуб миллионеров. Но самое главное, что очень много успешных людей именно такую привычку имели – рано вставать. И для меня просто это было что-то как-то… Я помню, когда у меня говорят, что я сплю в 4 утра, пока я работаю. Я ложусь в 4 утра, а тут, наоборот, в 5 вставать. В общем, это было… Как ты смог поверить в меня и верить, и приключали это? Ты знаешь, ну… Ну, каждую получать. Я думаю, что такое вот стечение обстоятельств, когда то, что ты мне говорил, я искренне пробовал и видел результат. То есть я не то, чтобы прямо слепо верил, но ты говоришь вот так. Я думаю, ну в этом же есть какой-то смысл, ну дай попробую. Вот я попробовал в 5 утра вставать. Выяснилось, что в 5 утра проснуться легче, чем даже в 6, в 7, а уже там потом в 8, уже труднее. Потом ты полдня раскачиваешься. А сейчас я утром встаю. Даже если я, ну, будильник не поставил, пусть я там не в 5, я в 6 встал. Но все равно, когда я в 6 встаю, я иду в спортзал, схожу, может быть, еще там в сауну после тренировки небольшой, разминки, зарядки. И у меня еще равно хватает времени утром спросить себя, зачем ты живешь, какая у тебя цель. То есть какими вещами заняться для развития твоего разума, для развития твоей мысли, философии. Научиться мыслить, потому что это очень полезный навык. Он не менее полезный, чем уметь здоровое тело. Умение мыслить трезво, вообще оценивать ситуацию. Потому что сейчас очень много готовых каких-то тебе рецептов предлагает масс-медиа. Пожалуйста, вот так думай, вот с этим согласись, и все. А ты как человек, как личность перестаешь существовать, просто ты как зомбированный человек. А здесь и спорт, и здоровье. И вот ты еще так меня настроил, как бы, почитать, что полезно. Ты сам много читаешь, я знаю. И в этом плане это очень много читаешь. Сколько я читаю в разном. Ты рассказывал, что ты читаешь по одной книге в неделю или даже больше. Но я пока себе поставил целью такую, чтобы читать там. Надо учиться методика быстрочитания. Он поможет вам очень. И будет очень быстро читать и слабо словить. И самое прекрасное, что вот когда ты создаешь группу какую-то, например, там, что мы можем общаться внутри этой группы, мотивировать друг друга. И много знакомых новых приобретаешь. Такие фитнес-знакомые твои, с которыми ты здороваешься, ты как бы желаешь утром хорошего дня. И, в общем, это тебя тоже заряжает. Я себе тоже такую заметочку сделал, что я вот кого буду утром встречать, я всем буду там приветствие отдавать, а потом, когда уходить, желать хорошего дня. И это очень хорошо. Когда ты что-то желаешь, тебе, как ты сказал в философии, который ты пользуешься по жизни, тебе это возвращается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok